Беспощадный огонь, ему нет дела, кто станет его жертвой. Когда я дверь открыла, заглянула, там все было в дыму. Дети страшно кричали, папа сидел. Десятилетний ребенок погиб в пожаре и еще три человека в больнице. Агрессивные прохожие пешеходы в Краснодаре едва не угодили под нож пьяного дебошира. Задерживали хулигана несколько нарядов Росгвардии. Похитители праздник, как Гринч, ими бы гордился. Вандалы пытались испортить новогоднее настроение жителям Мармавира. Криминальные события и ЧП на дорогах региона. Об этом в ближайшие 10 минут вы смотрите «Факты происшествия». Здравствуйте. Неосторожное обращение с огнем. Эта версия сейчас рассматривается в качестве основной причины трагедии в Краснодаре. В пожаре минувшей ночью погиб 10-летний ребенок. Еще двое маленьких детей пострадали. Возгорание произошло в одном из общежитий по улице Алтайской. Языки пламени охутали комнату, в которой жила многодетная семья. Во время ЧП матери не было дома. Запах гари почувствовали соседи. Они услышали крики малышей и бросились на помощь. Дверь была полуоткрыта. Когда я дверь открыла, заглянула, там все было в дыму. Дети страшно кричали. Папа сидел. Похоже на него уже угарный газ подействовал. Спасти 10-летнего мальчика не удалось. По предварительным данным, ребенок погиб от отравления угарным газом. Еще двое детей трех и четырех лет, а также их отец госпитализированы. В отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы. Следственный комитет назначил пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизу. На месте трагедии сегодня работали мои коллеги из «Фактов». В 19.30, сразу после нашей программы, они готовы рассказать о случившемся подробнее. Неосторожное обращение с огнем, курение в комнате или не выключены электроприборы. Чаще всего становятся причиной пожаров, отмечают специалисты. А впереди новогодние праздники. Время, когда число подобных несчастных случаев растет. В январские каникулы в среднем в крае происходит около 150 пожаров. Но за цифрами стоят человеческие жизни и судьбы. Сегодня спасатели еще раз напомнят, как нужно действовать, если за дверью вашей квартиры бушует пожар и вы не можете эвакуироваться. Пожар в многоэтажном доме может быстро охватить все помещения и даже лестничную площадку. Прежде всего нужно определить, безопасно ли выходить из квартиры. Если пожар не в вашей квартире, необходимо убедиться, что огонь не бушует за вашей дверью. Аккуратно потрогайте полотно, дверную ручку или замочную скважину. Если они теплые, выходить опасно. Позвоните в пожарную охрану с мобильного 101, с городского 01. Сообщите диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны от выхода огнем. Оставайтесь в квартире, намочите водой любую ткань, полотенце, шторы и заткните ими щели двери. Запаситесь водой в ведрах или других емкостях. Закройте форточки, окна, вентиляцию. Если комната заполнена дымом, передвигайтесь ближе к полу. Так вам будет легче дышать. Закройте лицо тряпкой, смоченной водой, и двигайтесь ближе к окну. Если нет необходимости, не открывайте его. Подайте спасателям знак, например, повесьте на окно красную тряпку. Если у вас есть балкон, выйдите на него, плотно закройте дверь. Постарайтесь привлечь внимание, ждите помощи. Еще один пожар в Кровой столице сегодня произошел днем. Ресторан «Печь» оправдал свое название. В районе обеда прохожие стали очевидцами происшествия на улице Ленина. Горела кровля здания. Пожарным пришлось разрушить черепицу, чтобы добраться до очага возгорания. По всей видимости, произошло короткое замыкание. Однако точную причину предстоит выяснить экспертам. Добавлю, что в пожаре ни посетители, ни сотрудники ресторана не пострадали. А причиной пожара, в результате которого сгорела полицейская машина в Краснодаре, стало короткое замыкание. Такую версию сегодня озвучили в Краевом управлении МВД. Накануне в одном из проулков улицы Северной очевидцы заметили объятый пламенем спецавтомобиль. В комментариях в соцсетях, где появилось видео, пользователи написали, что сначала загорелась перегородка между салоном и задней частью машины, где возят задержанных. В момент пожара, по словам свидетелей ЧУПЭ, там находился мужчина. Были слышны крики о помощи, его удалось спасти, он не пострадал, но был сильно напуган и весь в копоте. Сначала очевидцы подумали, что он поджег полицейский УАЗ, но позже в МВД эту информацию опровергли. Неадекватный, да еще и вооруженный дебошир не на шутку напугал прохожих в Краснодаре. Сегодня в силовых структурах рассказали о жестком задержании мужчины на красных партизан. Накануне вечером в соцсетях появились кадры, на которых сотрудники вне ведомственной охраны крутят хулигана на дороге. Выяснилось, что это вовсе не безобидный нарушитель. Мужчина с ножом в руках бегал по улице и пугал прохожих. Чтобы его задержать, потребовались силы нескольких экипажей Росгвардии. Сотрудники Росгвардии обнаружили гражданина, который встречался в дверь одного из бизнес-центров. Увидев патрульный автомобиль, гражданин попытался скрыться в сторону улицы Тургенева, на что сотрудники вне ведомственной охраны среагировали и начали его преследование, запустив помощь соседних нарядов Росгвардии. Дебошира передали полиции. В городском управлении МВД рассказали, что за неповиновение требованию стражи порядка мужчине грозит 15 суток ареста. Ранее судимый житель Крымского района был пьян. Сейчас он задержан. Проводится проверка. Полицейские выясняют, есть ли пострадавшие от действий нарушителя. Нарушили планы браконьеров, пограничники в соседнем Крыму. Под покровом ночи двое мужчин пытались скрыть свою незаконную деятельность. Использовали рыболовецкие сети. В них успели угодить около 170 особей пеленгаса. Их вылов запрещен до конца года. Ущерб составил 26 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении административного дела за браконьерство. Добавлю, что большая часть рыбы была еще жива и ее выпустили обратно в море. Урожай мандаринов на трассе. В Славянском районе перевернулась газель, груженная новогодними фруктами. Машина в результате ДТП вылетела с дороги и оказалась на крыше. Выпавшие из ящиков мандарины усыпали поле. За рулем сидела 26-летняя девушка. Говорят, в ГИБДД она пострадала и была доставлена в больницу. Причиной этой аварии мог стать небольшой стаж вождения девушки. За рулем она ездит не больше года. Превысив скорость на трассе, она не смогла справиться с управлением и вылетела с дороги. Об этом рассказали в ГИБДД. А вот что привело к авариям, которые произошли в Краснодаре и попали в поле зрения камер наблюдения, смотрите в обзоре Игоря Луговского. Безопасная траектория. На улице Вишняковой водители неуправляемой легковушки чудом удалось избежать массового ДТП. При повороте машину занесло, и она, в аккурат обогнув других участников движения, врезалась в дорожное ограждение задним бампером. Никто в этой аварии не пострадал. А этот разворот через две сплошные стоил двум машинам поцарапанного кузова и разбитого бампера. Нарушитель решил совершить маневр с крайней правой полосы, да еще не убедившись в его безопасности. Опасно маневрировал и грузовик на Тургенева и Калинина. Тяжелый тонар едва не раздавил легковушку. Водитель многотонника в последний момент заметил, что перед ним перекопана дорога. Он резко свернул вправо и зацепил иномарку. Потраченное время свое и других участников движения, которые вынуждены были стоять в заторе, результат ошибки водителя. Собрал огромную пробку и автохам на колхозной. Наглец решил объехать стоящие на светофоре машины по встречной полосе. Перед ним появилась легковушка, и нарушитель попытался освободить путь. Но, перестраиваясь в голову автоколонны, он поцарапал серебристый хэтчбэк. В итоге мужчина парализовал движение по полосе. Настоящая неразбериха произошла на перекрестке Суворова и Мира после того, как нарушитель наседания проскочил на красный сигнал светофора. Он надавил педаль газа в пол, но скорости не хватило, чтобы завершить маневр. Легковушка, пролетая между двумя иномарками, зацепила одну и вторую, а сама пошла юзом и совершила крутой разворот. К счастью, никто не пострадал. Последователи Гринча в Армавире, двое местных жителей, как герои известной новогодней комедии, решили, по всей видимости, похитить праздник. Злоумышленники украли две световые елки, которые украшали одну из улиц. На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как они ломают деревья. Но далеко нарушители не ушли. Их заметил очевидец и сообщил об этом в полицию. Злоумышленников задержали, они были пьяны. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного отдела за кражу. Но испортить праздничное настроение похитители не смогли. История закончилась хэппи-эндом. Елки вернули на прежние места. А вот некоторым жителям Армавира пришлось наблюдать световое шоу, но отнюдь не праздничное. Жильцы одной из квартир на улице Разина запечатлели на мобильник эффектное представление на потолке. По их словам, наблюдать его семье пришлось из-за аварии на электросетях. Ветер повредил провода, электрический столб заискрился. Продолжалось это около часа, а после свет погас. Жильцам пришлось в темноте ждать несколько часов, пока аварию устранят. На этом выпуск завершен. Хорошего вам настроения и спокойного завершения дня. Увидимся на телеканале Кубань-24. А эфир продолжит главные новости края. Программа «Факты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова